О том, каким стал 2017 год для Чебоксарского и Марпасадского районов, говорили на ежегодных совещаниях, которые провел в муниципалитетах глава Чувашей Михаил Игнатьев. Об итогах и перспективах в нашем материале. В Маринско-Пасадском районе активно развивается малый бизнес. В последнее время стали открываться новые производства. Лесопилки, мини-пекарни, работают цеха по выпуску мясных полуфабрикатов, переработке рыбы, небольшие мастерские. Есть даже свои производители сыров. Это настоящий национал итальянский. Мы проходили обучение у итальянцев, они нас научили. Сами проходили? Сами проходили. Учились. Наращивает обороты и местный маслозавод. Это нефильтрованное, чистое, натуральное масло, прессовое. Мы поставили в этом году сушилку, поэтому у нас проблем стал получше. Производите сколько? Так, мы переработали семечки где-то 15 тысяч тонн. Район развивается во многих направлениях. В этом году на его территории, с учетом ландшафтных возможностей, должен появиться и первый в Чувашии ветропарк. У нас есть ветропарк. Буквально позавчера разговаривал с генеральными директорами. Они собираются устанавливать 32 ветрогенератора. У нас, значит, общей мощностью 75 мегаватт. Купили 20 гектаров земли, точечно, значит, места расположения. В течение года мерили силу ветра. Но они уверены, сами своих проектов реализуют или не реализуют. Это опять один разговор. Они должны выиграть аукцион. Как только город выиграет, мы уже имеем возможность начаться строительством. В 2017 году удалось сохранить сбалансированность и устойчивость в бюджетной сфере. Консолидированный бюджет Мариинско-Пасадского района за 2017 год по доходам исполнен в сумме почти 440 миллионов рублей. При этом налоговых и неналоговых доходов мобилизовано в общей сумме более 101 миллиона рублей, что почти на 3% выше уровня прошлого года. При этом среднемесячная заработная плата за год повысилась на 9,8% и достигла 19 158 рублей. Налоговые показатели могли бы быть и выше, если бы эффективно использовали все земли сельхозназначения, пока более 5000 гектаров в районе не обрабатываются. Каждый гектар должен работать на бюджет района. Все деньги от оборота земель сельхозназначения, от аренды или в виде налога, они полностью отчисляются в муниципальный бюджет. Это ваш заработок. Местные власти обещали за два года проблему полностью разрешить, а в 2018 году ввести в оборот хотя бы половину залежных земель. В Чуваксарском районе глава Чувашии обратил внимание на снижение уровня заработной платы. По уровню зарплаты район всегда был числе лучших. По республике у нас динамика не имеется 7%, по району его назвали 4,7%. И уже вы находитесь среди сельских районов, я могу сказать, на 15 месте. Молодежь сложно будет удержать в пригородном районе. Какие резервы здесь, какой потенциал, какие инструменты будем мы еще использовать? Мы должны создать новые рабочие места в сфере предпринимательства с достойной заработной платой. Как я отметил, уже привлечение инвестиций. У нас уже предусмотрено создание новых 304 новых рабочих места. И по предварительным подсчетам, по проектам этих объектов там предусмотрена достаточно хорошая заработная плата свыше 30 тысяч рублей. В прошлом году Чебоксарский район вошел в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Благодаря этому район получил дополнительную финансовую поддержку. Программа «Безопасные и качественные дороги» – то, что федеральная программа. Первый год мы работали наряду с другими муниципальными образованиями. Немногими, скажем так, 4 муниципальных образования только могли войти сюда. Чебоксар, Новочебоксарск, Баргаурский и наш район. Мы все объекты, 10 объектов, которые обозначены были нами же по этой программе. Самые плохие участки дорог – это 70-80-х годов постройки. Мы капитально могли отремонтировать на сумму 118 миллионов рублей. Это 27,5 километров дорог. На этот год 47 километров дорог по этой же программе мы уже предусмотрели. Востребованной в районе оказалась программа инициативного бюджетирования. За год реализовано 7 проектов местных жителей по благоустройству и обновлению сельских территорий. В 2018 году в программе будут участвовать уже 13 сельских поселений. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Андрей Шуклев, Республика.